МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В области экономики сегодня одно из значимых деловых событий региона Байкал – бизнес-форум. Четыре года назад он родился как одно из мероприятий, приуроченных к Российскому дню предпринимательства. А теперь стал сам по себе праздником. Во всяком случае, без малого сотни спикеров, включая федеральных экспертов, две тысячи участников в секциях и круглых столах аплодировали с удовольствием. Недостаток у форума образца 2019 года – только один, слишком много интересных мероприятий проходит одновременно. Но мы постарались обратить это в достоинство и собрать в одном выпуске сразу все самое интересное – заседаний, секций и круглых столов. Итак, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok За эти четыре года форум изменился чуть менее, чем полностью, и количеством участников, и качеством докладов. Но одна вещь осталась неизменной, став в итоге традицией. Начинается ББФ с инвестиционного послания губернатора. В программе на него отводилось полчаса, а в итоге речь главы региона длилась почти вдвое больше. Но слушатели в зале не изъявляли нетерпения. Слишком уж темы были затронуты важные, и цифры приведены интересные. Сергей Левченко сделал акцент на новом формате индустриализации при Ангаре. По плану она рассчитана до 2023 года. За это время будет создано 100 новых предприятий, которые привлекут порядка триллиона рублей инвестиций. Это позволит создать 16 тысяч рабочих мест и привлечь в консолидированный бюджет 230 миллиардов рублей налоговых поступлений. Последние три года мы начали работать в русле концепции государства развития. Эта концепция предполагает активное вовлечение государства в экономические процессы, создание модели управляемого рынка. К большому сожалению, в экономике Иркутской области, да и в России в целом, есть много сфер, где сложно говорить об эффективной управляемости со стороны государства. Примеров много. Это и цены на бензин, и офшорная регистрация крупного бизнеса. Часто мы видим противоречивые явления с точки зрения такой науки, как макроэкономика. Стоимость продукта на мировом рынке растет, курс доллара тоже. Налог на прибыль, который платится в региональный бюджет, сильно не меняется. Зарплаты рабочим не увеличиваются. Вывод простой. Все эти эффекты находятся за рамками нашего налогово-экономического пространства. Конечно же, неправильно. И это даже не рыночная экономика. Повышение управляемости – вот главная задача, на которую мы опирались при разработке государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 19-й до 23-го года. Государственный план нужен нам для того, чтобы эффективно спланировать и скоординировать работу органов власти с максимальной отдачей использовать имеющиеся у нас ресурсы. А ресурсы есть, и их немало, поэтому стратегические направления индустриализации Иркутской области связаны в первую очередь с ними. Развитие газохимической, фармацевтической, строительной отраслей, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса. Новые предприятия смогут получить статус регионального инвестиционного проекта. В чем плюсы? Нулевая ставка по налогу на прибыль в первые пять лет и 10% в последующие пять лет. Сегодня такой поддержкой пользуются 14 предприятий. В 2018 году на них создано полторы тысячи новых рабочих мест, а размер вложения инвестиций составил 16 миллиардов рублей. Промышленные предприятия будут иметь возможность возместить часть затрат на модернизацию и развитие, получив субсидию на конкурсной основе. В 2018 году субсидии предусмотрены семи предприятиям на общую сумму 64 миллиона рублей. Это позволило создать 305 рабочих мест и привлечь более 2 миллиардов рублей в небюджетных инвестиций. Территориям опережающего социально-экономического развития еще больше внимания. У Соли-Сибирской, Саянск, Черемхова свободные площадки в этих моногородах ждут инвесторов. Модератор пленарной дискуссии, которая также традиционно следует за инвестпосланием, генеральный директор агентства инвестиционного развития Яна Шевченко говорит, что все эти меры поддержки в конечном итоге направлены на единую цель – развитие региона. И отличный пример – это Кавыгтинский проект «Газпрома», в котором сошлось все. Планы огромной федеральной корпорации, задачи областных и местных властей и, конечно, интересы жителей. У нас есть проект, ну, наверное, не побоюсь этого слова, мирового уровня. Проект освоения Кавыгтинского газоконденсатного месторождения. Проект, который с 2011 года, Андрей Легевич, да, идет его развитие. И вы с самого начала им занимаетесь. Проект огромный. Вот прошлый 2018 год был решающим, произошло ускорение проекта. И мы все надеемся, что в 2019 году произойдут качественные изменения. По Кавыгтинскому месторождению в настоящий момент идет разработка проектной документации. Проект очень большой, поэтому он разбит на несколько этапов. На сегодняшний день у нас готова проектная документация по первым четырем этапам. И началась реализация первого и второго этапов. Это отсыпки кустов газовых скважин и подъездные автодороги к ним. Значит, на сегодняшний день первые кустовые площадки готовы. Идет мобилизация завоз бурового оборудования. Первые два станка уже на месторождении начинаются вышкомонтажные работы. Начало эксплуатационного бурения первой скважины по нашему плану октябрь 2019 года. Всего в рамках проекта предусматривается пробурить более 500 газовых скважин. Будет построено более 1800 километров газопроводов-шлейфов. Пять установок комплексной подготовки газа. Документация по проекту разрабатывалась поэтапно. И сейчас точную сумму инвестиций назвать сложно. Но еще в 2014 году вложения оценивались в 600 миллиардов рублей. Основной объем работ придется на 2021-2024 годы. Ввод объекта в первой очереди, установки переработки газа, запланирован на конец 2022 года. Поставки голубого топлива начнутся в январе 2023 года. А к 2025-му ожидается выход на поставки 25 миллиардов кубометров в год. Но самое главное, проект не просто выведет Иркутскую область в лидеры газодобычи России по цифрам, но станет, как принято выражаться, якорным для развития и Жигаловского района, и всего Приангария. Можно получить мощнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Поскольку через несколько лет на Кавыкинском газоконнициатном месторождении будет работать более 15 тысяч человек работников подрядных организаций. Это значительно больше, чем все население Жигаловского района на сегодняшний день. И всех этих людей надо кормить, обслуживать, обеспечивать всем необходимым. Да, опять же, все это могут сделать люди из других регионов, которые сюда приедут и все сделают. Но почему это не сделать иркутянам и жителям Жигаловского района в том числе? Нулевой километр силы Сибири находится в Жигалово. Поэтому перед муниципалитетом стоят основные задачи подготовки и развития инфраструктуры перед началом этой грандиозной стройки. Потому что существующие объекты социального назначения, культурного назначения никоим образом не могут выполнить те функции, которые они обязаны выполнять. В ряде значительное количество людей, работающих на территории, они оцениваются от 12 до 15 тысяч человек в период пиковой нагрузки строительства. А у нас нет учреждений здравоохранения, культуры, образования. Поэтому мы и решили в едином комплексе подойти к решению этой проблемы. Озвучили перед правительством и губернатором. И благодаря тому, что Сергей Георгиевич встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером, было принято решение о реализации данного проекта на территории Жигаловского района. Это строительство образовательного комплекса с размещением школы, детского сада, училища профессионального с общежитием и поликлиники. Агентство инвестиционного развития Иркутской области – один из инструментов по работе с инвесторами и инвестиционной привлекательностью региона. На сопровождении в агентстве находятся более 50 проектов с общим бюджетом инвестиций около 48 миллиардов рублей. Из них 18 проектов находятся в инвестиционной фазе, объем инвестиций по которым составил более 2 миллиардов рублей. Яна Алексеевна, сейчас у нас закончилось пленарное заседание. Вы были модератором на заседании. Вот ваши первые эмоции, наверное. Что для себя вынесли, какие главные темы? Весь разговор расселся к тому, что люди – самое главное в наше богатство. И масштабные проекты делают люди, и маленькие локальные проекты делают люди. И, в принципе, вот, вы знаете, я как-то в детстве читала книжку про войну, так как я советского воспитания человек, и меня страшно поразило, когда там рассуждалось о том, что надо поставить станки на заводе, как удобно людям. Я думаю, как так-то надо же думать, как удобнее снаряды делать в войну. И вот мы, наверное, многие с этим чувством живем, что не надо думать о людях. А вот сегодня был вот разговор как раз и для каждого из выступающих, он был очень важен, о том, что если не будет людей, но эти проекты никому не нужны. Большая тема такая была, это вот связано с Жигалово. Да, конечно, конечно. Потому что, ну, во-первых, это мировой проект. Мы разжигаловского района и Газпром. Ну, это же, ну, по факту огромная бюрократическая система и вот мэр муниципального образования. И как он-то сумел выстроить отношения партнерские, как он сумел с региональной властью отстаивать свои интересы, с законодательной властью, чтобы объяснять, что это необходимо. Сума, что вот, ну, я сейчас не помню, сколько бюджет сжигалов, но, наверное, не очень большой, да. И ведь он готовит, вот он планомерно готовился, он готовил, отводил земельные участки, он тратил на это деньги, он делает конкурсы на разработку поезды, он уже получил согласование на строительство физкультурного спортивного сооружения. Он решил вопрос по пешеходному мосту через реку. А у него тысяча человек живет за рекой. И они отделены. Там есть дети, которые в школу должны ходить. А у него сейчас 15 тысяч человек через некоторое время заедет, ну, вполне короткое, да, которым надо будет через эту реку все время делать межвохтовку. И он уже стоит в плане на региональное финансирование, на строительство пешеходного моста. Он очень грамотно готовит свои проекты, поэтому они области интересны. И поэтому вот это тоже уникальная вещь. Это вот наша ценность, те люди, которые у нас живут на территории. И, наверное, вот этот форум, он как раз связан с такими человеческими историями. Вот я только что на секции промышленности у нас один из докладчиков рассказывал про проект свой. И тут же в зале встает человек, который говорит, а я могу вам предложить вот дополнение к вашей технологии, у вас будет проще процесс. И вот это уже площадка, где могут коммуницировать. И действительно можно поучиться и получить. Да, и поучиться, поучить и сделать что-то вместе. А, Яна Алексеевна, ну кроме масштабных проектов, да, вот как мы про кого-то с вами поговорили, есть, так скажем, ну, может быть, не такие масштабные, но тем не менее для Иркутской области, наверное, это перспективно, так скажешь. Конечно, конечно. Вот тот же, например, шелиховский гриб, да, правильно я его называю? Да, шелиховский гриб. Вы даже сказали, что вам приятно покупать. Ну, правда. Теперь уже в супермаркете вот эту продукцию. Причем они были эксклюзивными поставщиками, слаты. Поэтому вот в слате, когда покупаете грибы, это вот те грибы, которые... А вот какие проекты еще есть? Ну, может быть, не такие, говорю, масштабные, но тем не менее, ну, вот интересные, перспективные. Ну, наверное, наш витринный проект, мы о нем очень много говорим. Это, конечно, медтиксервис с нашими тест-полосками. Ну, у нас вот прямо там одна из последних новостей, это тест-полоски для измерения уровня сахара в крови. Это то, как они съездили в Узбекистан, на вторую промышленную выставку в России, в Узбекистан. Они настолько там произвели эффект своей продукции, качеством ее и стоимостью, что Министерство здравоохранения Узбекистана не просто решило закупать их продукцию, а они просят их локализовать финальную стадию своей продукции. То есть нарезку, упаковку. Ну, слушайте, это же вообще прекрасная история. Мы освоили корейскую технологию, а сейчас несем ее в Узбекистан. А Узбекистан – это хороший рынок, это 35 миллионов человек. Это, ну, среди всех постсоветских республик, это самый растущий рынок, поэтому, конечно, он интересен. А мы сегодня можем говорить о каких-то проектах, которые, например, еще в стадии разработки, так скажем, у которых могут дождаться поддержки. Да, мы можем говорить о многих проектах. Ну, интересных, так скажем, может быть, которые. Или они все интересны, но каждый по-своему. Да, ну, наверное, каждый проект, он по-своему интересен. И в каждом, в каждый проект, ну, правда, я влюбчивый человек, я влюбляюсь в него. Вот проект безумно мне нравится «Дикая Сибирь». У нас достаточно много компаний перерабатывают дикоросы, но он тут мне особенно ценен, потому что он вышел с форсайта. Правда, инициаторы проекта на форсайте занимались разными проектами, а потом вот в «Точке кипения» не встретились и сделали проект абсолютно отлично. Но качество, вот абсолютно европейская упаковка, абсолютно здоровое питание, без всяких добавок. И вот они в октябре сделали мануфактуру небольшую. В декабре мы их уже представляли в торгово-промышленной палате в Москве. А сегодня я разговариваю с консулом польским. И он ходит, пробует, вот это сделано на Байкале. Я говорю, а выбор проб, он говорит, да, вот это хорошо, но здесь есть сахар, здесь есть добавки. А мы очень ценим вашу бруснику. Вы знаете, вот ваша брусника, она же абсолютно уникальна. В ней столько витаминов. Ну, практически, вот как польский консул рассказывает о составе нашей брусники и о том, я говорю, так а вот же, вот уже у нас «Дикая Сибирь». Он говорит, я знаю этот проект, я знаю. Но пока он дорогой. Ну, это понятно, потому что это маленькая мануфактура. Но мы тут же с ним договорились о том, что в октябре будет бизнес-миссия, и давайте мы на эту бизнес-миссию пригласим тех польских производителей, которым этот проект интересен. И, возможно, получится какая-то синергия. Я еще, кстати, даже ребятам об этом не рассказывала. И вот чем форумы хороши, когда вот можно такое живое общение вот встретиться в кулуарах, называется, о чем-то поговорить и договориться в октябре, что, может быть, кто-то приедет. Кстати, у нас наш польский эксперт, который после прошлых бизнес-миссий польских, мы так поддерживаем связь, мы его приглашали как-то на печь-сессию для наших пищевиков, которые показывали свои продукты, которые хотели бы экспортировать в Европу. И человек с уникальными компетенциями, он просто как бы раскладывал каждому проекту, где-то индивидуальные были консультации, что у них хорошо, где им надо поработать, где им надо усилить, что рынок возьмет, что не возьмет. Это было очень интересно. Самое забавное, что проекту «Дикая Сибирь» он там, руководителя проекта, просто пригласил тут живо на работу в Европу. Но Александр Деев у нас молодец, он патриот, он сказал, нет, я останусь здесь, я буду развивать. И вот, например, этот продукт уже взял себе в такую пищевую корзину «Газпром». То есть мы тоже делали презентацию на «Газпроме», продукты ценили, он очень качественный, и уже можно пользоваться. Все проекты, они идут в люди, они перспективные, действительно популярные. Люди, они перспективные. То есть если ты увлечен своим проектом, если ты его делаешь. И, вы знаете, как вот иногда, наверное, банкиры говорят, хорошо, почему невозможно получить в банке кредит, да, потому что кому готовы дать банкиры, тому не нужен банковский кредит. Но, наверное, когда ты реализуешь свою идею, наверное, не надо рассчитывать на помощь. Потому что если твоя идея способна полететь без помощи, то она реально полетит. И если для того, чтобы полететь, ей необходимы меры поддержки, ну, надо считать, вот есть ли возможность ее реализовать, если эта мера поддержки вдруг кончится. Потому что, вот сегодня очень хорошо говорил, руководитель бизнес-акселератора ТВЭЛа, потому что он говорил, всегда очень важно отследить, не зомби ли у тебя проект. То есть это проект, который ты вкладываешь, вкладываешь деньги, но он никак не стартует. Может, не надо остановиться, признать эти убытки и просто пойти в то направление, которое быстрее выстрелит. И вот этому тоже можно научиться вот на таких бизнес-форумах. Потому что, когда ты слушаешь людей, которые это прошли, которые в этом понимают, у нас сегодня будет там закрытая сессия, и это тоже очень ценно, да. Ты можешь понять, ну, действительно, может, вот здесь надо остановиться. А вот здесь вот, ну, это реально выстрелит. И тогда на это ты можешь одевать любые меры поддержки, потому что они тебе помогут быстрее реализовать. В общем, и не поспоришь. Из 120 инвестпроектов, которые в настоящее время реализуются в нашей области, едва ли найдется тот, который можно назвать скучным. Потому что, если уж ты нырнул в свое дело в бизнес, скучать не получится, будь ты Газпром или индивидуальный предприниматель. Да и сферы самые разные. Только в прошлом году в Иркутске открылся завод по производству тест-полосок и глюкометров. В Ангарском районе начала работу единственная в Восточной Сибири ферма по выращиванию индиек, а в Шелиховском районе создана ферма по промышленному выращиванию шампиньонов на территории Иркутской области. От медицины до сельского хозяйства, от деревообработки до пищевой промышленности. И все это в разных территориях области. Но как этим территориям инвестора привлечь, а потом удержать? Научить муниципалитеты премудростям старалась Елена Васькова, начальник управления по инфраструктурной поддержке Агентства инвестиционного развития. Сразу скажу, никаких хитростей из «Игры престолов». Только адекватная оценка плюсов и минусов и работа над тем, чтобы первых стало больше, а вторых меньше. Обучать муниципалитеты, обучать даже не муниципалитет, а конкретных людей взаимодействовать с инвесторами, почему необходимо? Для того, чтобы люди понимали, как разговаривать. Это, по сути, техника продаж. Как мне продать свой муниципалитет в очень хорошем смысле этого слова, для того, чтобы люди пришли. Есть в коммерческой сфере, есть определенная сфера обучения техника продаж, конкретных продуктов. Вот обучение муниципалитетов – это такая условная техника продаж муниципалитета. Это специальные знания, это специальные навыки, которые необходимо понимать, их нарабатывать и развивать. Самое главное для того, чтобы развивалась экономика муниципалитета, региона в целом, это понимание, что это нужно муниципалитету. Потому что инвесторы не приходят в муниципалитеты, в регионы, не для того, чтобы решать проблемы самого муниципального образования либо региона. Инвесторы приходят для того, чтобы зарабатывать деньги. И здесь задача муниципалитета – совместить свои интересы и интересы инвесторов. И чем более активную позицию занимает муниципалитет в данном процессе, чем четче он понимает, кто ему нужен и что он хочет получить в итоге развития своего муниципалитета, тем проще инвесторам приходить на данную территорию. Одна из площадок, которая привлекла много внимания. Модератор Андрей Заворин про новосибирского предпринимателя активно заговорили, когда он придумал робота, который записывает пациентов на прием к врачу. И делает он это гораздо быстрее, чем работник регистратуры. Робот виртуальный и, кстати, трудиться способен не только в медицине. В Иркутске на секции искусственного интеллекта обсуждают, как сложные технологии можно сделать простыми продуктами и какой эффект это даст. Сегодня в Иркутской области возможности искусственного интеллекта используют не так широко, но интерес бизнеса к этому растет. Самый главный месседж, который мы хотим донести до власти, до бизнеса. Мы сегодня работаем в рамках шеринговой экономики. Это означает, что многие вещи не нужно заново создавать. Мир стал очень тесным и очень прозрачным, поэтому многие вещи можно просто брать и пользоваться. И большинство решений на базе искусственного интеллекта, высоких технологий, нейросетей, машинного обучения, они уже созданы и разрабатываются в других местах, в другом мире. Мы с Иркутским можем присоединиться к этому процессу и в том числе давать данные, но мы можем и быть активными потребителями этих данных. Самое любопытное, что современные технологии проникли во вполне себе консервативные сферы, например, в лесодобычу. Роботов и искусственного интеллекта там пока не наблюдается, но система маркировки всей заготавливаемой древесины с использованием идентификационных карт работает и помогает лишать черных лесорубов их добычи. Карты одноразового использования не позволяют лесозаготовителям незаконным сдать больше положенного объема древесины на пункт. Это служит дополнительным барьером, препятствующим легализации незаконно заготовленной древесины. За 2017-2018 год снижение незаконных рубок достигло 48,4%. Зарекомендовала себя также в области инновационной технологии выращивания посадочного материала для лесовосстановления. Высокий уровень автоматизации основных технологических процессов при данной технологии позволяет в короткие сроки вырастить большой объем стандартного посадочного материала, что позволяет вернуть инвестиции в течение 5-6 лет. Лес, газ, туризм, экспорт, финансы. В хронометраж одной программы не уместить все темы, все дискуссии и секции на Байкал бизнес-форуме. Так что мы вернемся к самым интересным из них уже в следующих выпусках и расскажем, как и с какими идеями наши предприниматели вышли с форума. И так область экономика окажется намного шире, чем кажется. Через несколько минут в эфире смотрите программу новости, а я с вами прощаюсь. До следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова